Друзья, всем привет! Про жилую недвижимость мы говорим с вами довольно много, часто, подробно, а вот про коммерческую недвижимость, наверное, недостаточно, хотя вопросов по этой теме тоже от вас много, а экспертов хороших мало. Но у меня для вас прекрасная новость, потому что сегодня мы заполучили в гости Никиту Корниенко, основателя инвестиционной платформы Simple Estate, которая позволяет инвестировать в коммерческую недвижимость с помощью профессионалов и с очень даже привлекательной доходностью. Поговорим с Никитой о том, что происходит на рынке коммерции прямо сейчас, как на нее влияет высокая ставка, какие новые объекты появляются, в том числе и у Simple Estate. Есть интересное предложение, про которое мы тоже сегодня Никиту порасспрашиваем. Ну и в целом обрисуем такой портрет рынка коммерческой недвижимости, чтобы вы могли на него опираться в принятии дальнейших решений, потому что коммерция привлекательна своей доходностью, своими возможностями. Ну и, собственно, особенно когда это можно сделать при поддержке людей, которые в этом разбираются, мне кажется, коммерция играет новыми красками. Так что, друзья, наливайте чай, присаживайтесь поудобнее и давайте смотреть запись нашего разговора с Никитой, который, как мне кажется, получился очень интересным и практическим. Никит, привет! Привет, Кира! Спасибо, что нашел время заглянуть к нам в гости. Мы с тобой не общались где-то примерно полгода. Давай попробуем сделать такой вот слепок рынка коммерческой недвижимости на конец 2023 года. Вот можешь ли ты какие-то тенденции выделить, про которые инвесторам важно знать? Ну, прежде всего, да, спасибо, что позвали. Всегда рад к вам прийти. Рынок коммерческой недвижимости сейчас очень интересный и, сразу скажу, горячий. Инвесторы скупают просто все, что плохо лежит. На рынке дефицит. У застройщиков, вот что интересно, мне застройщики жалуются, что у них перепродажи. То есть у них не обратная ситуация, то есть мне не хватает покупателей, а наоборот, покупателей слишком много, и они иногда просто не могут продавать, потому что у них уже бюджет перевыполнен, и они вынуждены оттягивать продажи на более поздний срок. Слушай, а с чем это связано? Давай вот попробуем определиться. Вот я видела эту же статистику, что там по оценкам магазин-магазинов, я не знаю, честно говоря, кто это, но вот коммерсант цитировал эту статистику, что объем инвестиций в стрит-ретейл в Москве по итогам этого года мог вырасти на 55% года к году. Вот такие вот оценки. Это прям как бы солидный рост. Почему? С чем это связано? Почему все ломанулись в стрит-ретейл и в целом в коммерцию? Ну, цифры тоже я подтверждаю, цифры похожи на правду, то есть по нашим оценкам это где-то там плюс 30-50%, действительно спрос сейчас очень высокий, он, в принципе, и в прошлом году, и в начале этого года был высокий, сейчас просто бьет все рекорды, и на самом деле все достаточно закономерно. Ну, прежде всего, дефицит других инвестиционных инструментов. Многие, кто раньше инвестировал либо в российский фондовый рынок, они либо боятся, либо разочаровались, боятся, что там компании не публикуют отчетность, боятся, что компании могут отменить дивиденды, боятся каких-то новых всплесков волатильности, еще чего-то. Те, кто инвестировал в иностранные ценные бумаги, тоже теперь это делать очень тяжело, и даже вот Санкт-Петербургская биржа, которая оставалась для многих последним островком безопасности, тоже не сильно долго продержалась. И выводить капитал сейчас за границу не так легко, как это было раньше, а инвестировать особо-то некуда, и жилая недвижимость, которую тоже многие любят, все-таки рост цен не может быть на нее бесконечным, и многие сейчас уже сомневаются в дальнейшем росте цен, ну, или каком-то существенном, по крайней мере, росте цен. И особо-то вариантов не остается, остается коммерческая недвижимость, ну, и, наверное, сейчас актуальные депозиты с высокими ставками. Но люди боятся за инфляцию, люди боятся за сохранение своего капитала, и те, кто вот именно переживают по этому поводу, они выбирают движимость, которая как физический актив способна сохранить капитал и приносить стабильный доход, а депозиты выбирают те, кто не переживает за инфляцию, они хотят просто высокую процентную доходность, и идут депозиты. И поэтому как раз вот все это приводит к тому, что спрос очень высокий, и на рынке дефицит, все хорошие объекты раскуплены. Когда что-то новое, хорошее появляется в рынке, его забирают буквально за считанные даже не дни, а часы. Вот недавно тоже нам брокер прислал классный объект, говорит, еще в продажу не выпустили, но вот я сейчас сидел там со своим коллегой, он только что разговаривал с продавцом, и этот объект сказали, что продается. Мы сейчас готовим по нему презентацию, и вот пока они готовили презентацию, у них там очередь выстроилась из 20 плюс человек, кто был готов купить даже дороже, чем предлагал продавец. И в общем они это все продали там внутри одного дня, но объект действительно был хороший, по хорошей цене, но продали они его вот до официального даже вывода в рынок, и мы даже не успели поучаствовать. Поэтому действительно спрос очень высокий, и повторюсь, там дефицит инвестиционных инструментов и желание людей сохранить капитал, вот основные причины. Это отличительная черта только для коммерческой недвижимости, или у нас пожилой тоже где-то сопоставимая динамика? Можешь предположить? Ну, смотря что, смотря о чем мы говорим, в целом, конечно, желание недвижимости тоже остается очень популярным инвестиционным активом, она и была таким во все времена. Но тут есть два момента. Первое, коммерческая недвижимость приносит от аренды больше, то есть если желая это 3-4, в лучшем случае 5% годовых от сдачи в аренду именно за вычетом расходов, то коммерческая недвижимость это от 6 до 10, в зависимости от арендатора, локации, качества объекта и так далее. И банально коммерческая недвижимость именно от сдачи в аренду выгоднее. С точки зрения защиты от инфляции, я бы сказал, что они более-менее сопоставимые. Единственное, жилую недвижимость достаточно тяжело купить в 2-3 раза выше, чем ее реальная стоимость, а коммерческой недвижимости можно так попасть. И бывает, что инвесторы покупают по безумным ценам, не понимая, сколько это на самом деле должно стоить, и потом кусают локти. Но защита от инфляции в целом и там, и там более-менее одинакова. То есть недвижимость, она прекрасна тем, что способна впитывать инфляцию. И когда вот в такие периоды... Почему у нас такая высокая ключевая ставка? Потому что высокая инфляция. И если инвестор условно вкладывает на депозит под 15 годовых, а инфляция 15 годовых, реальная доходность 0. А если человек вкладывает в недвижимость, которая приносит от аренды 6%, но при этом недвижимость впитывает инфляцию, растет там за год на 15%, то реальная доходность инвестора все равно 6%. Это выглядит мало, но зато это реальная доходность, а не номинальная. Жилая недвижимость, соответственно, там 3-4-5%. Ну и как бы если сравнивать сейчас жилую и коммерческую, многие, кто раньше инвестировал в жилую, теперь уже сомневаются в дальнейшем росте цен, потому что все-таки последние годы действительно жилая недвижимость очень хорошо выросла, и она может расти дальше, но, наверное, уже просто не такие, мегалопирующими темпами, потому что все-таки льготную ипотеку сворачивают, ужесточают условия, увеличивают размер первоначального взноса, и многие уже, кто хотел купить, уже купили, и спрос тоже не может быть бесконечным, поэтому рано или поздно все-таки вот этот безумный рост цен на жилье закончится, и люди, многие переходят как раз в коммерческую недвижимость, благо чек более-менее сопоставит. А смотри, вот ты как бы начал с того, что на рынке сейчас горячо, и если, допустим, на рынке жилой недвижимости ЦБ имеет понятные рычаги охлаждения, то есть это не только ставка, но это еще и отмена льготных программ, как на рынке коммерческой недвижимости, вот как ты оцениваешь перспективу и риски снижения цен? Это хороший вопрос, я бы на два его разбил. У ЦБ меньше намного возможностей как-то корректировать или влиять на цены коммерческой недвижимости. Мы сейчас говорим прежде всего про маленькие объекты, которые доступны частному инвестору, то есть не говорим там про склады за 5 миллиардов и так далее. Почему? Потому что, прежде всего, доля ипотечных сделок с коммерческой недвижимостью среди частных инвесторов, ну, она крайне маленькая. Да, люди бывают, что покупают коммерцию в ипотеку, но это скорее исключение, чем правило. То есть я бы, наверное, оценил такую долю там 10-15%. В то время как сейчас на первичном рынке, то есть на новостройке, именно в жилье, люди покупают там 50 плюс процентов сделок происходит с ипотекой. Поэтому подорожание, увеличение ключевой ставки, ставки и подорожание ипотеки, оно практически никак не влияет на коммерческую недвижимость, потому что люди и так, и так покупали без использования кредита. Единственное, что действительно часть инвесторов может перетечь в депозиты, как я сказал, там те, кто хотят просто высокую ставку, идут в депозиты, те, кто хочет долгосрочно, то есть эту ставку иметь не только там на год ближайший, потому что депозиты не будут бесконечно давать 15-годовых, а те, кто хотят надолго зафиксировать доходность, защиту от инфляции получить, те идут именно в недвижимость. Поэтому возможности влиять на этот рынок намного меньше, чем на жилье. По поводу потенциала снижения цены, я не вижу никаких причин для снижения цены, потому что вот те условия, которые я перечислил в самом начале, они сохраняются. То есть капитала в России много, денег много, вкладывать некуда, и остается, какая бы ни была высокая цена, даже какие-то переоцененные активы, все равно люди покупают, потому что, ну, хоть как-то они могут защитить свой капитал от инфляции, потому что все-таки, опять же, недвижимость ее впитывает и растет в цене. Альтернатив нету, или их очень мало, поэтому спрос остается высоким, и я не знаю, что должно произойти, чтобы он сильно упал. Доходность у коммерции все равно заметно больше, чем у жилья, то есть практически в два раза, 3,5% у жилья и 6,10% у коммерции. То есть, наверное, если доходность коммерческой недвижимости сравняется с доходностью квартир, то есть коммерческая недвижимость настолько сильно подорожает, а арендные ставки останутся прежними, чтобы доходность была такая, наверное, действительно, тогда цены могут установиться, либо начать падать, потому что при прочих равных, наверное, все-таки квартира более понятный актив для большинства инвесторов, чем коммерческое помещение. Но пока что и арендные ставки растут, потому что строятся новые ЖК, арендаторы, все топовые арендаторы активно очень развиваются, пытаются захватить локации в этих новых ЖК, особенно в Москве, Московской области, Новой Москве. Поэтому ставки аренды растут, окупаемость до сих пор намного лучше, чем у жилья, поэтому я не вижу никаких причин, почему коммерческая недвижимость в ближайшие 3-5 лет будет снижаться. И мы делали в свое время, еще полтора года назад, делали исследование, что было с рынком Ирана, когда начались санкции большие, и там было все очень просто. То же самое. Капитал в стране был заперт, и у них была безумная инфляция, и недвижимость росла очень бурно. То есть она отыгрывала всю эту инфляцию, самым лучшим инвестиционным активом для всех иранцев была недвижимость. Но при этом, видишь, в целом, наша экономика как будто бы даже справляется местами лучше, чем можно было предположить. Нет, наша точная экономика справляется лучше, то есть вопреки многим прогнозам, что там все, российская экономика сейчас загнется, будет безумная инфляция, ВВП упадет на 30%, ну что только не предрекали российской экономике в феврале-марте 2022 года. Нет, экономика действительно отлично справилась, благо у нас все-таки компетентные органы, в том числе в Центральном банке, намного более компетентные, чем, не знаю, в том же Иране, и экономика сильно более развитая и современная, чем в том же Иране, поэтому справляемся хорошо, но тем не менее какие-то тренды повторяются и у нас, и у них. Да, это правда. Спасибо. Очень интересный такой получился у нас краткий обзор рынка, коммерческой недвижимости. Ну а теперь давай поговорим о вас, о компании Simple Estate. Расскажи, пожалуйста, как вы пережили 23-й год, и что у вас новенького. Вот я видела на Forbes новость о том, что вы привлекли раунд инвестирования, 30 миллионов от российских фондов, и планируете привлечь еще там чуть поменьше, но тоже привлечь на в следующем году. На что привлекали? Да, все верно. Тут важно оговориться, что это именно привлечение там не в объекты недвижимости, а в саму платформу, как в Simple Estate, то есть в саму компанию, в сам бизнес Simple Estate. Вот. Там ряд венчурных фондов, да, проинвестировал в компанию для дальнейшего роста, то есть мы показываем хороший рост, хорошую динамику развития, и для того, чтобы не сбавлять темпы, так скажем, мы привлекли вот новые инвестиции, и дальше больше будем покупать все новые объекты, увеличивать свое присутствие на рынке, поэтому ждите новые объекты, участвуйте, будем активно развиваться в следующем году. Как прошел 23-й год? Очень активно у нас была закрыта сделка к покупке объекта в магнит-кредерцах, там порядка 180 миллионов рублей стоил объект. Мы, то, что интересует многих инвесторов, которые заходили к нам еще там год или полтора назад, это что происходит с перекрестком в Прокшена, про который мы с тобой как раз говорили еще год назад, когда первый раз встречались. У нас в сентябре было торжественное открытие магазина, честно скажу, он открылся позже, чем мы хотели, конечно, но зато мы там улучшили финансовые условия, чтобы это компенсировать. Вот магазин открылся, теперь такой новенький, красивенький, можно приехать, посмотреть, выкупиться, протестировать самостоятельно. Ну вот инвесторы получили первые долгожданные дивиденды. У нас самый частый вопрос, который нам каждый день человек по 10, наверное, задавало в течение этого года, ну когда же уже будут дивиденды по перекрестку? И мы каждому спокойно отвечали, что вот ровно тогда, когда мы обещали, в самом начале осенью 23-го года. Вот, соответственно, магазин открылся, дивиденды первые выплатили, инвесторы счастливы, довольны. Вот сейчас, соответственно, запускаем новый объект. Классно. А что за новый объект? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. А мы купили оптом тысячу квадратных метров, это целых 14 коммерческих помещений в строящемся жилом комплексе бизнес-класса в Новой Москве называется Новое Летово. Новое Летово. Новое Летово, да? Интересно. Да, Новое Летово. А где он находится территориально для немосквичей или тех, кто забыл? На самом деле локация до боли знакомая уже нашим инвесторам. Это всего 3 километра от Прокшена, где у нас перекресток. Это Новая Москва, Юго-Запад, такое крестижное юго-западное направление. А, ну это еще удобно. Можно как бы один объект проведать, второй объект проведать, и все рядышком. Да, да, как раз это вот интересно, что у нас объекты расположены, ну там, Москва, Московская область, и чтобы там от одного объекта к другому доехать, зачастую нужно потратить либо целый день, либо в лучшем случае полдня. А тут действительно всего 15 минут от одного до другого, можно приехать его отчую, посмотреть и тот, и другой. Классно, интересно. Так, расскажи просто поподробнее. То есть это нетипичная для вас покупка, вы купили именно строящийся объект, а не готовый. Почему? И в чем вы здесь видите перспективу? Да, ты права, что не совсем типичная для нас покупка. Хотя, с другой стороны, у нас уже было несколько кейсов по заселению арендаторов и потом продаже таких объектов. Сейчас мы решили пойти в эту сделку прежде всего, потому что мы не фокусируемся там только на каком-то отдельном сегменте, мы смотрим то, что сейчас выгодно. То есть у нас не, например, не коммерческая, не инвестиционная платформа, а там, стрит-ретейла, у нас инвестиционная платформа коммерческой недвижимости. Мы смотрим, какие сегменты сейчас более выгодны, и вот в данный момент считаем, что это стрит-ретейл, поэтому покупаем именно его. Сейчас на рынке есть проблема, как мы с тобой уже тоже проговорили, что рынок очень горячий, и купить какие-то хорошие объекты, качественные, просто, в принципе, тяжело. А даже если удается это сделать, то цена настолько высокая, что зачастую уже экономики для инвесторов просто не остается. Поэтому очень хороший такой вариант повышения доходности это как раз покупка не готового объекта, а, как так называется, самостоятельное создание готового арендного бизнеса, его формирования, то есть покупка пустых помещений с поиском арендаторов, и тогда доходность получается намного интереснее. Здесь как раз мы пошли по такому пути, за счет того, что у нас все-таки объем инвестиций достаточно большой. Вот сумма сделки этой составила 250 миллионов рублей. Мы купили оптом сразу несколько помещений с самой лучшей локации в ЖК, прямо на въезде, на первой линии, такой золотой угол, где все будут видеть, кто будет заезжать, заходить в этот ЖК. И здесь как раз мы можем получить, во-первых, выгодную цену, что позволяет заработать повышенную доходность, ну и, как я сказал, рассчитывать на, так как лучшая локация во всем ЖК, рассчитывать на хороших арендаторов и хорошие условия аренды. Поэтому здесь у нас вот в спекулятивном сценарии, если продавать через полтора-два года, после того, как ЖК достроится и заселится арендаторами, будет готовый арендный бизнес, можно получить доходность от 19 до 46% годовых. Сейчас даже с учетом ключевой ставки ни один депозит такой доходности не даст, а инвесторы как раз сейчас сравнивают в том числе с депозитом и, конечно, хотят заработать больше, чем предлагают депозиты. Поэтому мы выбрали такой вариант, он нам показался очень привлекательным по совокупности параметров, вот такая закрытая сделка с правом первой ночи, я называю, выбрать лучшие лоты во всем ЖК, поэтому грех было отказываться. И, как я сказал, у нас уже есть опыт подобной стратегии, то есть мы покупали в 2020 году помещение также в Новой Москве, там было чуть поменьше 600 квадратных метров, тоже рядом была строящаяся станция метро, большой район, то есть очень, на самом деле, похожая сделка. И мы заселяли мелкими арендаторами этот объект и заработали инвесторам за год 45 годовых. То есть мы его продали чуть больше, чем через год, на 50% дороже, инвесторы заработали 45 годовых. Отличный результат. И, на самом деле, Прохрешина тоже можно частично с этим сравнивать, потому что мы покупали тоже еще строящийся объект до ввода в эксплуатацию. Да, там уже был договор аренды с перекрестком, то есть люди уже заранее понимали, какая будет экономика, какая будет арендная плата, но, тем не менее, те, кто заходил в самом начале, они заработали порядка 20% годовых от момента покупки объекта до открытия. Прошел примерно год, и как раз за счет роста стоимости люди заработали такую доходность. Поэтому этот объект, с одной стороны, чем-то новый, с другой стороны, уже проверенная стратегия, которая работает, и у нас есть компетенция для ее реализации. Скажи, пожалуйста, а вот почему у объекта новое летово стоит уровень риска повышенный? Давай раскроем это. В чем тут вы видите риски? Что не найдется арендатор? Может быть, что-то еще? Да, это очень хороший вопрос. Действительно, если сравнивать с покупкой уже готового объекта с арендатором, очевидно, что здесь все-таки риски выше. Потому что ты права. Да, может не найтись арендатор. Может... Ну, то есть, наверное, вряд ли, как бы, совсем не может не найтись арендатор, потому что все-таки мы покупаем большой, новый ЖК, лучшая локация и так далее, но мы заранее точно не можем гарантировать, что будет какой-то конкретный арендатор или, в нашем случае, какой-то конкретный набор арендаторов. То есть мы, например, рассчитываем, что будет пятерочка, не знаю, а будет Dixie. Или, наоборот, вообще не будет супермаркета, а мы там мелким арендаторам это все сдадим. То есть тут, с одной стороны, большая вариативность, так как у нас 14 коммерческих помещений, мы можем их объединять, разъединять, комбинировать. То есть тут набор арендаторов, конечно, и заранее никто не будет знать. Здесь есть неопределенность. Естественно, мы не знаем точные ставки аренды, какие будут через полтора-два года. Мы заранее, естественно, спросили там всех ключевых арендаторов, насколько им интересно данная локация, какие условия они готовы предложить, и нам основные все ключевые арендаторы подтвердили, что локация интересна, условия готовы сделать вот такие. Но давайте честно тоже скажем, что за год, а то и больше, может многое измениться. Пока что это предварительное обещание, это даже не предварительный договор аренды, а на самом деле даже предварительный договор аренды не гарантирует, что арендатор туда заедет и так далее. Поэтому тут есть неопределенность по поводу конкретного набора арендаторов и конкретных арендных ставок. Но наша самая главная задача – это купить хорошие и правильные помещения, и тогда очередь из арендаторов всегда будет. То есть если купить плохое помещение, там действительно есть риск вообще остатки за арендатор. А здесь как бы такого риска нет. Единственный вопрос в конкретном арендаторе, сроках и ставке. Сроки как раз. То есть застройщик опять же обещает ввести в эксплуатацию объект до конца 2024 года, но официальные сроки в ДДУ идут всегда с запасом. Поэтому мы берем несколько сценариев. Лучший сценарий – базовый и пессимистичный. И делаем разные сроки в зависимости от того, как застройщик все-таки все построит. Ну и тут ряд более мелких рисков. Мы подробно описываем все преимущества, недостатки в инвестиционном меморандуме по объекту. Кому интересно, можно посмотреть, более подробно почитать. И, естественно, если сравнивать с покупкой готового объекта, как я уже сказал, здесь риски выше. Потому что есть просто неопределенность большая. Но важное замечание. То есть высокий риск – это тоже такая вещь относительная. То есть если сравнивать с готовым арендным бизнесом, здесь риск высокий. Если сравнивать с покупкой акций на фондовом рынке, ну тогда, наверное, здесь риск даже будет низкий. Потому что все-таки в акциях можно как заработать, так и потерять. И есть риск либо вообще не получить дивиденды в ближайшие годы, либо даже потерять часть вложенных денег. А еще если покупать с плечом, так чуть ли не всю сумму можно потерять, даже на надежных каких-то ликвидных акциях. Здесь все-таки я не знаю, что должно произойти, чтобы инвесторы потеряли свои деньги. То есть в худшем случае мы заработаем просто не самую высокую доходность. Но вот у нас в пессимистичном сценарии получается спекулятивном виде 19 годовых. Доходность все равно очень даже достойная, но может быть там меньше, чем хотелось бы. Поэтому если сравнивать там с фондовым рынком или, не дай бог, с чем-то там более рискованным, условный там биткоин или еще что-то, то здесь риск, я бы сказал, низкий. Но если сравнивать с покупкой готового объекта, с арендатором, тогда, конечно, риск более высокий. Поэтому нужно понимать заранее, что есть большая неопределенность, но не стоит там бояться, что можно потерять там свои деньги. То есть я тут не вижу сценария даже, как можно было бы потерять часть вложенных денег, можно просто не дозаработать. Так, Никита, какая здесь доходность получается? Давай мы еще раз подчеркнем, проговорим. Здесь есть два сценария. Мы как бы делим для инвесторов на два сценария. Первый – это долгосрочный, то есть если купить и держать 10 лет. То есть первые там под два у нас дивидендов нету, потому что еще ЖК строится, мы ищем арендатов, и только через два года они там открываются, начинают платить первые дивиденды. Арендная плата постепенно увеличивается, либо индексируется там, либо привязка к товарообороту. И в итоге у нас получается за 10 лет IRR, то есть именно общая доходность и дивиденды, и рост стоимости там порядка 12-16 годовых, со средней дивидендной доходностью 10-12 годовых. И второй сценарий для тех, кто хочет именно повышенную доходность, ему не так важны дивиденды, и ему важна именно самая важная доходность. Это такой спекулятивный сценарий, как мы называем, то есть купить сейчас, подождать полтора-два года, пока все достроится, заселится арендаторами, и продать. Продать можно сразу, скажу, либо свои акции на вторичном рынке у нас на платформе, либо мы будем делать какой-то опрос, наверное, в это время, если много инвесторов захотят продать, может быть, мы либо частично, либо даже полностью весь объект продадим, и деньги инвесторам распределим, то есть тут есть вариативность, будем смотреть уже по ситуации. Так вот, если продавать через полтора-два года, то доходность у инвесторов будет от 19% до 46% годовых в базовом сценарии в районе 30-ти годовых. То есть здесь, как я сказал, есть неопределенность по конкретным срокам, есть неопределенность по конкретным ставкам аренды, поэтому доходность достаточно сильно в разных сценариях может отличаться. Но что мне нравится, в любом случае у нас нет вероятности потерять вложенные деньги, и даже в худшем сценарии доходность 19-годовых очень даже привлекатель. Разверни, пожалуйста, как доходность формируется, и как вы цену продажи оцениваете? Достаточно, на самом деле, все достаточно просто, хоть и может показаться запутанным на первый взгляд. Но коммерческая недвижимость с арендатором, опять же, как называется, готовый арендный бизнес, она оценивается, как и любой другой финансовый актив, исходя из уровня доходности, который он приносит. Или кому удобно, либо в годах окупаемости, либо в доходности процентов. Сейчас хорошие, качественные помещения стрит-ритейла в новостройках с хорошими надежными арендаторами продаются по 12-13 лет окупаемости, что сопоставимо с доходностью от 6 до 8%, в зависимости от уровня расходов по каждому объекту. Соответственно, мы покупаем помещения сейчас пустые, просто по конкретной цене за метр. У нас цена входа 240 тысяч за метр. Это очень хорошая, привлекательная цена. Ставка аренды у нас варьируется в зависимости от сценариев, от 2-300 за метр в месяц до 3-х с копейками за метр в месяц. То есть вот если мы сдаем за 3 тысячи за метр в месяц наше помещение, умножаем на 12, это 36 тысяч за метр в год, умножаем еще на окупаемость 12 лет, получается 430 тысяч за метр цена готового помещения с готовым арендом бизнеса. А наша цена входа – это 240 тысяч за метр. Вот, соответственно, доходность формируется между ценой продажи и ценой покупки. За вычетом нашей комиссии, за вычетом расходов на, например, брокерские услуги по привлечению арендаторов и все прочее – это все у нас в финмоделе посчитанное отражено. Вот финальная доходность инвестора, соответственно, формируется именно в спекулятивном сценарии из такой логики, да, что цена продажи минус цена покупки. И напомню, составляет от 19 до 46 годовых. То есть здесь все достаточно просто. Мы смотрим ставку аренды, умножаем ее на рыночные мультипликаторы и получаем цену уже готового объекта с арендатором. И сопоставляем эту цену с ценой входа и, соответственно, получаем доходность инвестора. В долгосрочном сценарии там большую роль играют именно дивиденды. Тут, опять же, мы смотрим ставку аренды, делим ее на цену входа и получаем дивидендную доходность, плюс она, напомню, там каждый год обязательно либо индексируется, либо, если это супермаркет, например, то арендная плата привязана к товарообороту. И мы в среднем за 10 лет получаем среднюю дивидендную доходность порядка 10-12% годовых. То есть тут важно что понимать, в отличие от жилой недвижимости, то есть жилая недвижимость, все зависит там от спроса и предложения, любые какие-то прогнозы о том, что объект будет стоить там ваша квартира через там год, через два, через три будет стоить там на 30% дороже, это достаточно сомнительное рассуждение, ну потому что может будет, может не будет. Насколько подорожают квартиры, непонятно. С коммерческой недвижимостью все намного проще, потому что мы точно можем посчитать, ну там с точностью до 10% можем посчитать, а сколько будет стоить готовый объект с готовым арендатором. Единственное у нас переменная, ключевая, это, конечно, там ставка аренды. И сейчас вот последние годы достаточно стабилизировались вот мультипликаторы окупаемости у объектов, это 12-13 лет за качественные помещения в новостройке. Соответственно, мы точно можем понимать, что если у нас арендатор будет сидеть там по ставке 3000 за метр, то цена продажи такого объекта будет 430, ну примерно 430 за метр. Сопоставляем с ценой входа, получаем очевидную маржу, очевидную разницу. То есть вот это вот очень важно понимать, что в жилой недвижимости мы не можем так посчитать. Мы не можем посчитать, что через 3 года у нас будет какая-то там ставка аренды, потому что ставки аренды тоже там очень сильно в жилой недвижимости могут меняться, и там оцениваются объекты не исходя из мультипликаторов, а исходя из там сопоставимых объектов, ну и банально там спрос и предложения. Поэтому тут нам не приходится тыкать пальцем в небо или гадать там на кофейной гуще, какая будет цена. Мы ее достаточно точно знаем и понимаем, какая, соответственно, будет экономика при там разных ставках аренды, при разном сроке реализации проекта. Спасибо. Мне кажется, все очень понятно. Друзья, если вдруг какие-то вопросы возникли, вы обязательно их в комментариях пишите. Никит, расскажи тогда, пожалуйста, на каких условиях вы приглашаете в этот проект инвесторов? Приглашаете ли вообще? Ну, мы как раз вот недавно на прошлой неделе сделали публичный анонс данного объекта. Мы как раз заключили сделку и тут же ее анонсировали. Сейчас есть возможность для инвесторов войти всего в 100 тысяч рублей, как у нас это обычно происходит. Привлечение происходит в несколько этапов. С каждым этапом цена акции, по которой инвестор заходит в этот объект, она немножечко повышается. Соответственно, сейчас до конца года есть возможность зайти во второй этап. Повторюсь, от 100 тысяч рублей. Первый этап был еще до публичного объявления сделки. Это от 5 миллионов рублей для крупных инвесторов, которые с нами уже инвестировали там несколько раз и кому мы доверяем. Если хотите стать таким, тогда нужно тоже у нас проинвестировать там от 5 миллионов рублей. Вот сейчас, соответственно, публичные продажи 100 тысяч рублей. А второй раунд до конца года можно инвестировать. Дальше тоже можно инвестировать в следующем году. Но просто цена будет повыше и, соответственно, там доходность для инвесторов чуть хуже. Напомню, все происходит полностью онлайн через нашу инвестиционную платформу. Мы работаем в соответствии с 259-м федеральным законом. Входим в реестр Центрального банка инвестиционных платформ. У нас портфель недвижимости уже свыше миллиарда рублей. Историческая доходность для инвесторов порядка 25 годовых. Можно посмотреть подробные отчеты по всем нашим объектам. Ну и вот сейчас, соответственно, все то же самое, ничего не поменялось. Можно зарегистрироваться на сайте, оставить свои данные и оставить заявку, соответственно, на этот объект. Скажи, пожалуйста, а вот для инвестора в чем мотивация инвестировать в этот объект именно через Simple Estate? Если теоретически они могут просто зайти в отдел продаж и как бы купить объект там. Давай обозначим, в чем тут разница будет. Это, кстати, тоже хороший вопрос. Многие инвесторы тоже думают, как бы зачем выходить через коллективные инвестиции. Я лучше пойду и куплю сам. И тем более вот конкретно в нашем случае, да, у нас конкретно ЖК, маленькие помещения. Человек действительно может прийти сам и купить какое-то маленькое помещение там где-то в этом ЖК, зная, что мы его выбрали, и это хороший ЖК, да, можно купить самому. Но в ответ достаточно банальный. Ну, во-первых, все-таки у нас за счет оптовой покупки совершенно другая цена. Если инвестор будет заходить самостоятельно, у него цена будет намного выше, и что сильно сразу зарежет доход. Во-вторых, мы как раз купили здесь вот самый лучший лот и самую лучшую локацию. Ну, повторюсь, там первая линия прямо на въезде, такая угловая. То есть самые лучшие все арендаторы будут именно тут. И, опять же, учитывая наш опыт, нашу экспертизу и наши там связи на рынке, с очень высокой долей вероятности все самые лучшие арендаторы будут именно у нас. Опять же, учитывая лучшую локацию, потому что для топовых арендаторов нужна топовая локация. Они не будут сидеть где-то на задворках, там на окраине. Поэтому даже если инвестор купит самостоятельно, у него очень большой риск просто остаться без хорошего арендатора, придется сдавать какому-то ИП Пупкину с арендной ставкой в два раза ниже, чем у нас, при этом еще и покупая объект в два раза дороже, существенно дороже, чем купили это мы оптом. И плюс этим всем еще нужно самостоятельно заниматься. И хоть и кажется, что нашел арендатора, передал ему помещение и все, нет, на самом деле подготовка объекта к сдаче в аренду – это огромный процесс. И чем тяжелее и больше арендатор, тем сложнее. Инвесторы даже не представляют, через какие круги ада мы прошли для того, чтобы сдать объект перекрестку, при условии, что договор аренды уже был подписан. И отчасти, на самом деле, что договор аренды уже был подписан, были эти круги ада, потому что мы обычно прописываем в договоре аренды в более жесткие условия, там бы они были достаточно мягкие, и нам приходилось достаточно много делать всего самому. Соответственно, здесь то же самое, то есть подготовка для сдачи в аренду – это все мы берем на себя, а если инвестор покупает самостоятельно, тогда нужно будет заниматься этим самому. И в итоге инвестор получает не диверсифицированный набор арендаторов, а только одного, более высокую цену входа, более низкую ставку аренды, соответственно, более низкую доходность, и при этом еще необходимость всем этим заниматься самостоятельно. По-моему, выбор достаточно очевиден. Ну да, после твоего описания мне точно не захотелось сам этим заниматься. Никита, а почему именно этот вариант выбрали из, не знаю, сотен тысяч возможных? Какие у него преимущества? Почему новое летово, а не новые черемушки? Мы просмотрели очень много строящихся вариантов, то есть мы продолжаем смотреть и готовые объекты, но вот в этом году решили более плотно посмотреть и на строящиеся тоже варианты. Прошлись по крупным застройщикам и мелким застройщикам. И ситуация, на самом деле, тоже достаточно банальная. У крупных застройщиков и так все хорошо, у них и так очереди стоят из мелких инвесторов, и наш бюджет в 250 миллионов их совершенно не впечатляет, поэтому какие-то выгодные сильные условия выбить не получается. Да и банально все самые лучшие лоты уже раскуплены давным-давно. Покупать в ЖК, которые близки к сдаче, какие-то плохие лоты на задворках, на окраине неинтересно. Покупать на старте продаж, где цена выше, чем уже готовый объект, тоже неинтересно. Опять же, потому что у крупных застройщиков все очень хорошо. У мелких застройщиков тоже неинтересно покупать, потому что он строит третий дом в своей жизни, и совершенно непонятно, он его вообще достроит или нет, и что с ним будет дальше, будет ли он соответствовать нормам. Ну, то есть мы на такой риск тоже не готовы идти, потому что все-таки отвечаем за деньги инвесторов. А в нашем случае это застройщик-стройком, это, можно так сказать, застройщик второго эшелона. Он достаточно давно работает, уже больше 10 лет в Новой Москве. У него есть ряд реализованных больших очень жилых комплексов. И что для нас очень важно, он ни разу не задерживал сроки, то есть всегда все сдавал в срок. Поэтому нам с ним комфортно работать. Но при этом это все-таки не пик и не самолет, поэтому есть возможность получить хорошие выгодные условия. И вот самое главное, что здесь нам очень понравилось, это, как я называю, право первой ночи, это возможность с чистого листа, вот нам просто предоставляют планировку всей коммерции в ЖК, и говорят, выбирайте, что хотите. И мы выбрали вот самое лучшее, самое вкусное, все вот оптом, рядышком. Это может показаться не так важно, но на практике это прямо одно из ключевых преимуществ. То есть даже, может быть, цена не всегда так важна, как возможность выбрать лучшее, потому что топовый арендатор, он может действительно платить там в два раза выше, и он сядет только в топовую локацию. Поэтому возможность выбрать тут лучшие лоты, и причем выбрать их рядом, чтобы не было конкуренции с соседями, это многого стоит. То есть частный инвестор тоже может купить, например, там, не знаю, угловое помещение на въезде, там самое лучшее считается. Не всегда, но тем не менее. Но он будет конкурировать с соседними помещениями, где, может быть, собственник будет готов дать ставку аренды сильно ниже, и конкуренция ставки эти будет снижать. А так как у нас все лучшие лоты именно будут наши, то топовый арендатор так или иначе будет вынужден общаться именно с нами, и мы можем держать высокие ставки аренды и хорошие условия в целом по договору аренды. Плюс здесь очень такая правильная, хорошая, мелкая нарезка, то есть это маленькие помещения правильной геометрической формы чаще всего, и у нас высокая очень гибкость. Мы можем сдать одному крупному арендатору, можем поделить на несколько средних арендаторов, а можем все вообще сдать мелочи, которые будут платить намного выше арендоплату. То есть это такие очень маленькие ликвидные лоты, которые можно быстро и сдать в аренду, и продать. То есть такая очень высокая гибкость, что тоже многого стоит. Ну и, конечно, опять же, цена. Цена все равно очень важна. Вот соседние ЖК, можно посмотреть, с соседних ЖК продаются коммерции еще там на уровне Коплована, 300, 350, а то и 400 тысяч за метр. У нас, напомню, цена входа – это 240 тысяч. При этом у нас уже сейчас стадия строительства – это заливка третьего-пятого этажа, при учете, что ЖК низкоэтажный, это 7-8 этажей, то есть уже половина этажей, можно сказать, залито. Это не стадия Коплована, это достаточно продвинутая стадия строительства. Поэтому по совокупности всех преимуществ выбор пал именно сюда. И по уровню риска и по уровню доходности это прям очень хороший проект. Друзья, ну вот так вот очень живописно нам Никита рассказал про новый объект. Никит, спасибо, это интересно. Давай еще скажем о том, что мы в описании к видео поставим ссылочку. Друзья, объект в новом летово с доходностью до 46%, верно? С профессиональным управлением, с порогом входа от 100 тысяч рублей. Ну и ссылочка в описании, можно перейти и почитать все подробности, если вы заинтересовались. Никита, вот мы когда обсуждали новое летово, ты много говорил про арендаторов. Как тебе кажется, вот поменялись ли они в целом за 2022-2023 год? Происходит ли какая-то эволюция? Вот у нас там импортозамещение уже прям, я даже не знаю, как будто бы все, что только можно, уже импорты заместили, да? Что у нас еще, какие есть тенденции в розничной торговле? Вот можешь ли ты какие-то еще моменты выделить трендовые? И как это влияет в целом на коммерческую недвижимость? Интересный вопрос. И на самом деле ответ, что практически ничего не поменялось. В этом, наверное, и прелесть главная стрит-ритейла, что это такой очень традиционный, стабильный, понятный сегмент. Вот я люблю приводить сравнение, что условные там склады, это потрясающий сейчас сегмент, очень высокие, там, постоянно растущие ставки аренды, там, практически нулевая вакансия, то есть склады очень привлекательный сейчас сегмент коммерческой недвижимости, но склады, которые были построены 10 лет назад, они уже очень сильно устарели и морально, и технически. И многие арендаторы готовы ждать, там, год, пока они построят новый современный склад, вместо того, чтобы арендовать склад, построенный 10 лет назад. При этом стрит-ритейл, если мы посмотрим, там, не знаю, Москву взять, там, Тверскую, Никольскую, Арбат и так далее, там все ключевые какие-то улицы, которые такие старые, которые были построены еще там десятки, а то и там больше ста лет назад, они до сих пор актуальны. Помещения все равно до сих пор стоят, там отбои нет от арендаторов, и вот в этом такая, наверное, прелесть стрит-ритейла, что он очень стабильный и понятный, и в нем мало что меняется. Единственное, что сейчас поменялось там за последние годы, это что все-таки центр города становится чуть менее привлекательным, там растет вакансия, а вот в основном перетекает спрос в жилые комплексы, где застройщики сейчас практически полностью отдают первые этажи под коммерцию, и для стрит-ритейла, так как важно, чтобы был трафик, надо быть там, где есть люди, а если люди здесь живут, то трафик будет всегда. И за последние год-два с арендаторами, ну, очень мало что произошло. Почему? Потому что это все арендаторы российские, ну, там 99% арендаторов именно в жилых комплексах это российские. Вот в центре города, да, там действительно были иностранные бренды, это различная там одежда, аксессуары, там модные бренды, да, они действительно, часть ушла, ну, совсем, часть ушла, да не ушла, там осталась под другим именем, часть была доминина там на российские какие-то компании. А вот в жилых комплексах, на чем мы, например, сейчас фокусируемся в основном, там все арендаторы российские. То есть стандартный набор – это супермаркет, там, терочка, магнит, дикси и так далее. Это аптеки, тоже все российские сети. Это алкомаркеты всем известные, тоже как бы все сети российские. Ну, и там дальше там и пункты выдачи, и парикмахерские, и там кафешки, ну, в основном все российские. Поэтому какого-то вот потрясения здесь не было. Единственное, что я бы, наверное, выделил – это тренд на дискаунтеры. То, что люди многие все-таки экономят. На еде они экономят в последнюю очередь, на лекарствах то же самое экономят в последнюю очередь. То есть человек, может быть, там реже пойдет, не знаю, в парикмахерскую или там не поедет куда-нибудь отдыхать, но все-таки на еде будет экономить в последнюю очередь. Но тем не менее активно сейчас скрываются у X5 чижики, такой формат небольшого магазина, дискаунтера с ограниченным ассортиментом и низкими ценами. Очень активно открываются, и вот прям по городу едешь, и каждый раз видишь в старых местах, которые много раз уже проезжал, видишь новый магазин. Арендаторы экспериментируют тоже с форматами. Вот там «Магнит», например, открывает сейчас маленькие магазины. Маленькие – это в формате 100-200 метров, хотя у них раньше был там маленький магазин, самый там, ну, 300 метров минимум. Вот, и «Фусвилл» тот же самый, открывает тоже маленькие форматы. То есть арендаторы экспериментируют с форматами, пытаются уменьшиться, пытаются выйти там в более дешевый сегмент, но каких-то вот существенных изменений вот нет. Стабильно, понятно и надежно. За что мы и любим рынок недвижимости. Никит, спасибо тебе большое. У меня очень интересная получилась беседа. Держи в курсе других там новых проектов, которые вы будете затевать. Ну, а вам, друзья, напомню еще раз, что ссылочка на новый объект в описании к этому видео есть. Можно перейти на сайт Simple Estate, познакомиться там в целом с тем, чем занимается компания. Никита, ну, вам хочу пожелать успехов. Пусть все получается. Дерзайте. Спасибо большое. Буду рад тоже поделиться опытом, знанием. Всегда рад приходить к вам в гости. Ну что, друзья, на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Если выпуск понравился, то ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о Simple Estate и новом объекте, новое или этого. Ну, а я на этом прощаюсь. Вы смотрели InvestFuture. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. Инвестируйте с умом.